Слово По земле засиял небосвод голубой А потом появились растения, звери и птицы, и мы Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие друзья! Каких только сказок не бывает на свете А вот слышали вы когда-нибудь, чтобы главной героиней сказки была клеточка? Что за клеточка? А вот сейчас вы и узнаете Жила-была в лесу клеточка Обычная такая маленькая, квадратная, белая Она уже не помнила, как оказалась среди травы и деревьев Ей казалось, что она всю жизнь провела в этом лесу Жила она во мху под пеньком рядом с поваленной осиной Жила и вздыхала Она ведь так хотела с кем-нибудь дружить Однажды, рано утром, сквозь сон, клеточка почувствовала Как ее что-то сильно придавило к земле И тут же отпустила Она встрепенулась, скачала Но увидела лишь удаляющийся хвост лисы Рыжая случайно наступила на нее, когда шла по своим делам Клеточка горько заплакала Никому-то она не нужна Тут же, откуда-то прилетел комарик и села рядом Здравствуйте! Здравствуйте! Вы почему плачете? Вам нельзя плакать! Вы же бумажные! И промокнете А что мне делать? Никто в лесу не хочет со мной дружить Не плачьте, милая клеточка Хотите, я буду вашим другом? Конечно, хочу Ура! У меня теперь есть друг! Мне кажется, наш лес слишком темный и влажный для вас Вы постоянно промокаете, да еще и плачете С этими словами комарик осторожно поднес хоботок к клеточке И осушил все-все слезы, которые она наплакала за день З-з-з-з! А теперь мы отправимся в далекое путешествие Путешествие? А куда? З-з-з-з! Там, где кончается лес и начинается поле, стоит деревня И я там частенько бываю Полетели? Конечно! Я согласна! Они поднялись над деревьями, и клеточка впервые увидела лес с высоты. Огромные сосны тянулись к солнцу. На вершинах деревьев птицы в гнездах высиживали птенцов. Высоко в небе светило яркое солнце. Клеточка даже зажмурилась от наслаждения. Так ей было тепло и хорошо. Постепенно комарик стал снижаться. Впереди показались дома. Комарик подлетел к одному из них и приземлился на подоконнике. Вот мы и прилетели. К сожалению, в дом я не могу залететь. Меня здесь не любят и постоянно за мной охотятся. Я буду прилетать в гости. Так что еще увидимся. Спасибо! Крикнула клеточка вслед улетающему комару. Она была так счастлива. У нее есть теперь настоящий друг. Вдруг клеточка огляделась и поняла, что попала на кухню. Ее внимание привлекло белое полотенце, висящее на крючке. Она подобралась поближе. И не может быть! Полотенце было вафельное. Все-все в клеточку. Клеточка уже была готова закричать от радости, как вдруг поняла, что ткань не такая белая, как она, а чуть-чуть темнее, да и на ощупь была совсем другой. Вдруг в кухню сбежал мальчишка. Мама! Мама! Я сделал математику! Положи тетрадь на стол, я потом проверю. Донесся откуда-то женский голос. Положил! Я пойду гулять, ладно? И мальчишка унесся на улицу. Рядом с клеточкой оказалась зеленая тетрадь. Не может быть! Вся тетрадка была в клеточку. Они были все одинаковые. Ровные, ровные, белые и очень красивые. На них красовались разные цифры и закорючки. Вот она какая! Математика! Сказала клеточка и запрыгнула внутрь. Как же ей было радостно оказаться среди своих братьев и сестер. Они тут же подвинулись и пустили ее на первую страницу в четвертый ряд слева от края. Вот такая история, друзья мои. Клеточка после долгого путешествия все-таки нашла свой дом. И помог ей в этом настоящий друг. Как хорошо, когда есть друзья. Они выручают в трудную минуту. Они помогут в сложной ситуации. Ведь настоящий друг – это не только тот, с кем весело играть, но и тот, кто поддержит вас в трудную минуту. И кого поддержите вы. Сами. Ну что ж, сказка закончилась. Ангела вам, хранителя, дорогие мои друзья. Ангела вам, хранителя, дорогие мои друзья. Ангела вам, хранителя, дорогие мои друзья. Ангела вам, хранителя, дорогие мои друзья.